В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по-выборгски». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! Дороги и благоустройство в приоритете. Главный финансовый документ Выборга утвержден в первом чтении на заседании Совета депутатов. На повестке дня стоял единственный вопрос – бюджет города на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Докладчиком выступил председатель Комитета финансов районной администрации Константин Паничев. В предстоящем году бюджет Выборга составит 656 млн 381 тыс. рублей. Более 85% денежных средств потратят на муниципальные программы. Среди них развитие автомобильных дорог, благоустройство, культура и спорт. Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании расчетов, предоставленных главными администраторами доходов местного бюджета. При формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года учитывались положения бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законодательства, действующие на момент составления проекта решения, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, вступающие в действие с 1 января 2021 года. Для покрытия всех расходов бюджетных средств все же недостаточно. Дефицит составляет 7 млн 679 тыс. рублей. Однако в сравнении с прошлым годом этот прогноз выглядит более чем позитивно. Тогда муниципальный бюджет планировался с дефицитом в 65 млн. рублей. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сравнении с нынешним годом увеличится почти на 18 млн. рублей. Финансы поступят из районного бюджета. На плановый же период 2022-2023 годов дефицит не предусматривается вовсе. Расходная часть проекта бюджета на 2021 год в сравнении с 2020 годом уменьшена на 113 млн 58 тыс. рублей. Или на 14,5% за счет снижения доходной базы на 55 млн 737 тыс. рублей. И за счет уменьшения планируемого размера дефицита бюджета на 57 млн 320 тыс. рублей. Что касается налоговых поступлений в бюджет, то Комитет финансов ожидает позитивных тенденций в этой сфере. В 2021 году объем полученных средств составит порядка 600 млн. рублей. В дальнейшем прогнозируется увеличение дохода от налогов примерно на 16 млн. ежегодно. Резервный фонд администрации останется неизменным и составит 9 млн. рублей. Эта сумма должна обеспечить расходы на проведение аварийно-восстановительных работ, а также мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Наталья Москалец, Илья Сидоров, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». В Выборгском районе активно ведется подготовка к всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 15 марта по 11 мая 2021 года. На совещании глав администрации городских и сельских поселений этот вопрос подробно осветила Ирина Кузьмина, начальник отдела государственной статистики. По ее словам, для успешного проведения переписи нужно своевременно подобрать помещение для стационарных участков. Продолжается набор переписчиков. Необходимо 544 человека. На сегодня штат укомплектован на 74%. Помимо прочего, Ирина Кузьмина сообщила о двух важных мероприятиях, запланированных на следующий год. Первое – это сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Обследованию подлежат малые предприятия, включая микропредприятия, средние предприятия, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских фермерских хозяйств, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Срок предоставления сведений до 1 апреля 2021 года. Формы для заполнения утверждены приказом Росстата. Для юридических лиц – это форма МПСП, сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год. Для индивидуальных предпринимателей – это форма «Один предприниматель», сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год. Рассылка уведомлений о приведении сплошного наблюдения будет осуществляться автоматически через единый портал госуслуг. Кроме того, отдел статистики начал подготовку к стерскохозяйственной микропереписи, которая пройдет с 1 по 30 августа следующего года. Она будет проводиться в виде выборочного статистического наблюдения. Вторым вопросом повестки дня стал общероссийский день приема граждан. Детали и особенности его проведения в этом году уточнил начальник отдела информационных технологий и защиты информации Евгений Финатов. Прием будет вестись исключительно по предварительной записи и при предоставлении паспорта. Основной упор делается на соблюдение противоэпидемических мер. Если у человека есть заявление, он это заявление должен подготовить заранее, чтобы сократить максимально срок приема. И при записи он, соответственно, указывает не только свои данные, но и цель визита. Напомним, общероссийский день приема граждан состоится 14 декабря. Мероприятие продлится с 12 до 20 часов в приемной президенты России и во всех федеральных округах и административных центрах субъектов Федерации. В Выборге прием граждан будет организован по адресу улица Советская, 12. Номера телефонов для предварительной записи на ваших экранах. Сделать это можно до 4 декабря включительно. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Мужчина погиб в результате пожара в Выборге. Сообщение о возгорании по адресу улицы Спортивная, 4, поступило на пульт дежурного 2 декабря в 4 часа 14 минут. По прибытии пожарных подозрений было установлено, что горит комната на площади 18 метров квадратных. Из здания было эвакуировано 9 человек. На месте происшествия работала дежурная смена 52-й пожарно-спасательной части. В течение получаса пожар был ликвидирован. К сожалению, одного из эвакуированных жильцов спасти не удалось. Мужчина скончался в машине скорой помощи от отравления угарным газом. В причинах возгорания разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района. Автопарк Выборгской межрайонной больницы пополнится санитарной машиной. Это «Лада Ларгус» медслужба М2. Такие автомобили под брендом «Доктор домой» закупает правительство региона. Всего по районным больницам распределено 14 машин для работы амбулаторных служб. Большинство уже вышли на линию и, по словам специалистов, отлично зарекомендовали себя. Автомобиль многофункционален. Она может выполнять две функции. Первая функция – это автомобиль для участкового терапевта. Это автомобиль для неотложки. Мне сказали, что там даже пластиковая есть такая штука, чтобы водителя защищать. Но вот для неотложки убирается сиденье и на постоянку работает для лежачок. Санитарный автомобиль полностью готов для выезда врача на дом. Кроме того, на таком транспорте доктора и медсестры выезжают к маломобильным гражданам и палеотивным пациентам. На закупку первой партии специализированных машин направлено около 18 миллионов рублей. В последнее время у нас очень серьезная нагрузка на здравоохранение. И это связано в том числе с эпидемией ковида. Если мы так посмотрим по цифрам, то нагрузка в среднем возросла в 2,5-2,7 раза на одного врача. Но вы представляете, какая это нагрузка. И, конечно, рассчитывать, что врач пешком или на общественном транспорте обоедет или обойдет такое количество пациентов – очень сложно. Поэтому мы приняли решение, что мы будем поэтапно закупать автомобили для того, чтобы обеспечить мобильность прихода наших врачей. По словам губернатора Александра Дрозденко, масштабная закупка такого транспорта для здравоохранения региона планируется и в следующем году. Это еще 180 медицинских автомобилей для областных врачей. Предполагается, что к концу 2021-го количество спецмашин для амбулаторного обслуживания населения увеличат в 2,5 раза. Учебный процесс в выборских школах перенастроился на новый формат – гибридное или смешанное обучение. Большинство учеников обычным порядком посещают учебное заведение. Но каждый родитель в любой момент может подать заявление о переводе своего ребенка на дистанционную учебу. Кроме того, возможность учиться, не выходя из дому, получили дети, находящиеся на самоизоляции. В школе номер 10 этим правом уже воспользовались несколько человек. Давай вспоминай. Это умеренное, долговременное повышение цен на товары и услуги в течение одного года. Молодец. Ну, теперь смотри. На все товары и услуги или только на какой-то один? На все. На все, да? То есть вот ты пропустила одно слово, да? Общий уровень цен. Молодец. Ваня, у нас есть инфляция, нет? Конечно, есть. Точно? 100%? Да, ну молодец. Отлично. По словам учеников, такой способ получения образования имеет ряд преимуществ. В период пандемии все-таки лучше оставаться дома. Мне больше нравится домашнее обучение дистанционно. И наедине с учителем больше понимаешь. Ну и атмосфера дома, мне кажется, немного получше. Уютно. В классах установлено оборудование, обеспечивающее прямую трансляцию с урока. Ученик может не только наблюдать за процессом, но и активно участвовать в нем, отвечая на вопросы педагога или задавая их. Для подключения используется площадка Skype. Она наиболее удобна для таких целей. Классный руководитель заходит и нажимает на свой класс и видит ссылочку. То есть он его может переслать детям. Сам на нее зайти, да? То есть мы просто можем сейчас перейти по этой ссылке. Нажимаем, кликаем. Присоединяемся как гость. Присоединиться. Соответственно, он тоже может присоединиться с камерой или без камеры. Видим класс. Можем тоже включить и выключить свою камеру. Учитель видит вот здесь, кто подключился к трансляции. В холодное время года посещаемость в школах обычно падает. И по словам учителей, виртуальное присутствие ученика на уроке позволит ему не отстать от школьной программы. Пока такой метод обучения не пользуется большой популярностью. Но это вопрос времени, убеждены педагоги. Если ребенок вдруг в ходе учебного процесса отлучился от компьютера, он имеет возможность в последующем пересмотреть видеосюжет прошедшего урока. При этом у детей есть обратная связь. Учителя, начиная урок, обязательно проверяют, подключились или не подключились. Дети выясняют причину. Возможно, может быть, плохого самочувствия, недомогания ребенка. При этом полная заинтересованность как родителей, так и учителей в данном процессе. Мы надеемся, что данная система поможет решить проблему учебного характера в такое трудное время. Конечно, дистанционка не может в полной мере заменить в традиционное обучение за школьной партой, говорят учителя. Да и ученики больше отвлекаются от занятий, находясь дома. Однако технологии удаленного доступа уже становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И чем быстрее дети освоят их, тем проще будет им самим. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Микрорайон Южной Выборги получит новую поликлинику. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Впервые проектирование и строительство социального объекта будут объединены в рамках одного конкурса. Ориентировочный срок заключения государственного контракта – апрель 2021 года. Согласно техническому заданию, поликлиника будет четырехэтажной. Она рассчитана на обслуживание территории, где проживают порядка 45 тысяч человек. В поликлинике будут располагаться взрослое и детское отделение, отделение лучевой диагностики, терапии и хирургии. Кроме того, предусмотрен дневной стационар, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, стоматология и травмпункт. Отметим, что последние изменения в законодательстве о госзакупках позволяют не разбивать контракты на проектирование и строительство. Теперь этим может заниматься один подрядчик. Не так давно Межпоселенческая библиотека Выборгского района отметила 75-летие. Книжный фонд учреждения довольно богатый – 100 тысяч экземпляров. Он носит универсальный характер и охватывает все отрасли знаний. Фондом пользуются библиотеки всех поселений. Здание на Пионерской 4, в котором располагается библиотека, имеет богатую историю. Построено оно в 1900 году. Само здание построено на практически рубеже каменного города 15 века, поскольку город в конце 15-го столетия он был обнесен крепостной стеной. И вот наше здание, оно находится перед этой уже воображаемой крепостной стеной, потому что сама стена не сохранилась. В цокольном этаже были арендуемые помещения и очень разный, можно сказать, спектр услуг, которые здесь могли оказываться. И даже был и шляпный магазин, и другие. Есть представление, что, возможно, был и книжный магазин. Точных данных у нас об этом нет. Библиотека получила здесь прописку в 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны. В областном архиве сохранились исторические документы о ее создании. С тех пор двери библиотеки открыты для читателей. Нам очень радостно в этом году было отметить 75-летие нашей библиотеки. В таком хорошем обновленном интерьере уже мы находимся пять лет, и это очень приятно. И надо отметить, что в этом здании, наверное, организация, которая находится 75 лет, единственное, все окружение менялось, а библиотека как фундамент, как хороший такой зачин, она здесь есть уже 75 лет. Сотрудники сетуют, что в современных реалиях деятельность библиотеки частично ушла в онлайн. Творческие встречи, выставки и кинопоказы теперь проводятся в виртуальном пространстве. Однако нельзя не отметить, что все трудности подняли библиотечное дело на новую ступень развития. Сегодня читателям доступны новые уникальные услуги. Сейчас период пандемии. Да, мы работаем с теми людьми, которые в силу обстоятельств должны находиться дома. По телефонным звонкам мы инвалидам, больным людям, людям 65+, развозим книжки. У нас такая вот услуга есть. Также мы и виртуально готовы работать, и базы данных предоставляем, Литрес предоставляем, медиапродукты, лекции онлайн. Что же касается привычных бумажных книг, то и их путь начинается в отделе комплектования. Новые недавно приобретенные экземпляры станут доступны читателям после цифровой обработки. Заведующая отделом комплектования и обработки Наталья Мельникова работает здесь уже 32 года. В библиотеку ее привело распределение и, конечно, любовь к книгам. Я, конечно, очень люблю художественную литературу, причем литературу зарубежную, люблю французскую, современную на сегодняшний день. Я обожаю детектив, никуда от этого не деться, причем скандинавский детектив, люблю французский на сегодняшний день. В последнее время очень полюбила читать научно-популярную литературу, у нее пошел новый всплеск. Это очень интересно посмотреть и медицинский, и микробиология, и тот же Хокинг удивительный. По словам Натальи Михайловны, современные технологии – это, конечно, хорошо, но карточный каталог по-прежнему необходим. Такого же мнения придерживаются и сотрудники отделения межпоселенческой библиотеки Нарубежной-18. Здесь тоже недавно отметили юбилей – 50 лет со дня основания. Символом праздника стал книжный торт. Библиотека – это по праву считается передовой. Первые в Ленинградской области мы стали производить электронную книговыдачу. Полностью перешли на электронный читательский билет, пластиковую карточку, которая очень нравится детям, взрослым. Первый и единственный музей пингвина в нашей библиотеке, в стране точно, может быть и в мире. Сейчас музей пингвина переходит на цифровую площадку, начали делать экскурсию. Сказать, сколько в коллекции пингвинов, не представляется возможным. Пополняется она буквально каждый день. Сейчас библиотека Нарубежной расширяется, открываются новые залы, пополняется книжный фонд. А библиотекари с нетерпением ждут снятия ограничений и возвращения читателей. Татьяна Анкудович, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Помните, как в той песне в коморке за актовым залом репетировал школьный ансамбль? Вокально-инструментальный в гимназии номер 11 под названием «Бас не слышно». Более пяти лет украшением всех праздников в гимназии номер 11 является школьный музыкальный коллектив. Его участники учатся в старших классах. Создатель и руководитель группы – учитель русского языка и литературы Лилия Борисова. Всячески поддерживает юных музыкантов директор Наталья Анатольевна Моисеева. Увидев, что ребята приходят заниматься на гитарах, на обычных, на акустических, предложила купить оборудование для школьной рок-группы, приобрела синтезатор, микшер, электрогитары, ударную установку. Так группа зазвучала по-новому. Исполняют юные музыканты и одну из любимых песен директора гимназии. За несколько лет не раз менялся и состав коллектива, и его название. Одни ребята заканчивают школу, а на смену им приходят другие, не представляющие жизни без музыки. Именно это объединяет юношей. В репертуаре группы «Бас не слышно» в основном рок-композиции. Я занимаюсь музыкой почти всю свою жизнь. Еще с первого класса я ходил в музыкальную школу, недавно ее окончил. Сейчас увлекаюсь самодеятельностью с музыкальной группой и играю сам на фортепиано. Любыми мои композиции назвать, наверное, не могу. Мне нравится совсем разная музыка, как классическая, так и рок-музыка, так и джаз. Очень, ну как бы, можно сказать, меломан. 11-ти классник Вадим Воронов признался, что в выборе профессии уже определился. И это не музыкальная сфера. Но творчеству место в жизни, конечно, найдется. Мой музыкальный стаж, если можно так назвать, составляет 9 лет. То есть со второго класса я пошел в музыкальную школу. К сожалению, не смог окончить. Но, тем не менее, музыкой я продолжаю заниматься. И я очень благодарен своей школе, что у нас есть такая возможность заниматься не только учебой, но и музыкой. Рвение к учебе на этом инструменте, потому что это... Я бы и не занялся, если бы не захотелось в один момент просто сесть и научиться играть на гитаре. Опять же, как и обычно, я могу с удовольствием сыграть какую-то свою любимую песню на гитаре в компании, друзья. А так... Ну, это, конечно, новые знакомства в разных сферах. Это и знакомство в интернете где-то, и просто совершенно незнакомым человеком узнать, что у вас есть общие интересы, общие дела, скажем так. Это, по-моему, прекрасно. Репертуар ребята подбирают сами, репетиции проходят каждую неделю, плюс постоянная работа дома. В творчестве участникам группы помогает дружба. И, как отмечает их наставник, учебе юношей их увлечение совсем не мешает. Даже наоборот. Вообще-то, любое творчество развивает человека как личность. Ребята, все ребята учатся хорошо, без троек. Творчество помогает ребятам раскрыться, помогает почувствовать себя свободными, значимыми, интересными. И, конечно, в рок-группе очень важно, что ребята сплотились, сдружились. Сейчас школьный коллектив работает над песней собственного сочинения. Возможно, следующий сюжет о них начнется с ее презентации. А пока... Виктория Иванова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новостей по-выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!